Деревни, ежики, трещины, а по дороге, там свидание, я с тобой. На площади у Дворца культуры имени Римского-Корсакова состоялись традиционные открытые соревнования «Безопасность на дорогах. Наше общее дело». Организаторами конкурса выступили администрация Тихвинского района и отделение ГИБДД ОВД России по Тихвинскому району. Во-первых, мы девятый год уже проводим соревнования. Первый год, когда мы проводили, у нас была всего лишь одна женщина. В этом году мы решили сделать исключительно для девушек, водителей вот эти соревнования. И накануне у нас было записано вообще 35 женщин и девушек. Пятнадцать испугались? Я так думаю, что это, наверное, какие-то объективные причины, потому что нам уже накануне, буквально вчера звонили, говорили, что у кого-то машина сломалась, у кого-то срочно куда-то уезжать надо. То есть есть какие-то объективные на это причины. Но я хочу сказать, что активность среди девушек намного больше, чем среди мужчин. И я хочу им пожелать, чтобы они в этих соревнованиях показали нашим дорогим мужчинам, что они не такие уж и плохие водители, как все думают, что они также умеют хорошо водить и знают правила дорожного движения. И желаем им, конечно, на этих соревнованиях победы. В этом году в турнире, который проходил уже в девятый раз, могли участвовать только девушки. Двадцать автоледи сражались за победу. Показывали себя в фигурном вождении автомобиля, упаковывали чемоданы и сумки в багажник, устанавливали детское кресло, демонстрировали внимательность и знание правил дорожного движения. Как вы пришли к этим соревнованиям? Почему вы захотели участвовать? Я участвую уже второй год. Просто интересно. Очередное мероприятие, посвященное Дню города. Интересно проверить свои силы. А в прошлом году вы занимали какое-то место? Нет, в прошлом году я ничего не заняла, потому что в прошлом году в основном победители были мужчины. Там был не только женский конкурс. Поэтому вот так. А в этом году какое место, думаете, занять? Нет, на место я тоже не очень рассчитываю. Но хотелось бы попасть хотя бы в пятерку. А были какие-то случаи на дорогах, которые затрудняли вас? На конкурсе? Да. Нет. Не было? Все прошло отлично? Все прошло хорошо. Отдельно оценивался конкурс «Домашнее задание». Лучшее дизайнерское решение в оформлении своего автомобиля. В конце турнира все конкурсантки получили цветы и дипломы участников соревнований. А победителями стали Ирина Кузнецова, получившая титул лучшей автоледи 2014, а в номинации на лучший дизайн машины Ирина Додора. Правила движения очень строго соблюдая и будет безопасным. Твой путь всегда прекрасным. Ты не сливай, когда в пути ты только не сливай.